Книга «Открытым оком», том 11, вопрос 2443, тема канонизации. «В церкви все новые и новые, какие-то святые появляются, их иконы свеженарисованные. Кто такой Макарий Алтайский? Что он сделал для Алтая?» В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе к лику святых был причислен архимандрит Макарий Михаил Яковлевич Глухарев. В будущем архимандрит Макарий родился в 1792 году в семье священников. В 1818 году принял монашевский постриг. На следующий день инок, нареченный Макарем, был рукоположен в сан-иеромонаха. А еще через три дня в иеромонахе в возрасте 26 лет стал священником, вопреки канонам 6-го вселенского 14-15 правила. Приехав на Алтай, он стал здесь трудиться среди алтайцев, крестил и активал, учил грамоти. Обучал земледелию, принимал роды, лечил и открывал церкви. Проповедник любви он сам был воплощении любви, духа, кротости и смирения. За годы апостольских трудов преподобный лично крестил около двух тысяч человек. Его сподвижники и ученики продолжили дело. На каноне революции в Горном Алтае было 60 тысяч жителей, из которых хрещенных 30 тысяч человек. Всего в алтайской миссии на территории 90 тысяч квадратных километров было создано 40 храмов, два монастыря, несколько часовин, открыто 127 школ. В 30-е годы все это было разрушено. Совершенно особое место для архимандрита Макария представляла работа по переводу Библии на русский и алтайский языки. Он видел в этом свой долг христианина и пастыря. Я лично отношу его к пятерке лучших миссионеров в России, которыми Русь была нещадно обделена. Стефан Пермский, Иннокентий Вениаминов, просветитель северных народов, Николай Касаткин, просветитель Японии. Салфейс 21-28. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли и поклонятся пред тобой все племена язычников. Деяния 1-8. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Ежегодно проводят попы макаревские чтения, а сами люто ненавидят живое Слово Божие, и потому остается у них одно лицемерство. Продолжение следует...